Сюда наша съемочная группа приезжала 4 недели назад. Тогда волонтеры очистили от нескольких слоев краски первый этаж, но с участком фасада под крышей и деревянными наличниками еще предстояло поработать. Теперь среди старых деревянных построек этот дом точно выделяется. Вооружившись валиками, резиновыми перчатками и темно-синей краской, волонтеры преобразили фасад до неузнаваемости. Краску, которая обновила облик здания, выбирали тщательно. Нужен был глубокий, приближенный к естественному цвет. Даже то, что мы уже сделали, я считаю, это уже здорово, потому что столько человек, у нас, наверное, человек 15 такой основной команды, и они приходили туда, сюда практически каждый день, и я думаю, что вот только это уже большое достижение. Анастасия Кашина не пропустила ни одного дня реставрации. Считает, подходить к делу нужно ответственно. За все время, что она провела здесь, попробовала все – и шлифовать дерево, и красить, и даже работать со стеклом. И теперь, если понадобится, сама сможет заменить обдирочный диск на болгарке. На самом деле, не так легко работать инструментами, не так легко работать, допустим, той же самой болгаркой, потому что через какое-то время устают руки от нее все-таки. Нужно менять, чередовать работу. Работы реставрационные они чередовали с познавательными. Волонтеры встретились с дочерью тех, кто строил этот дом около века назад. Маргарите Васильевне 80, но она в точности помнит рассказ ее мамы, которой в пять лет приснился пожар. Тогда на слова маленькой девочки никто не обратил внимания, но уже на следующий день вся отчетная сторона по улице Российской, где стояли деревянные домики, мигом вспыхнула и сгорела. Пришлось семье Сергеевых строить здание каменное. И вот этот дом-то они построили. И потом еще построили пристройку к этому дому, чтобы сдавать. Там же две комнаты, одна на российскую, другая во двор. И я жила вот в этой комнате, которая во двор, во двор, там спала. В конце недели закрытие фестиваля, но волонтерам еще столько нужно успеть. Они хотят заменить забор из профнастила на деревянный, для этого уже закупили доски. Также планируют обшить заваленку, починить крышу и высадить возле дома цветы. На это добровольцам необходимы средства. Стать участником реставрации может каждый. Для этого необходимо зайти в группу ВКонтакте и помочь энтузиастам закончить начатое.